Всем привет! В этом видео вы узнаете, как приготовить тигровые креветки, как открыть устрицу, а также как приготовить стейк рибай и соус из сыра Дарблю к нему. Поехали! Для начала отправляемся в магазин. Там мы купили 6 креветок, 9 устриц, 2 стейк рибай, сыр Дарблю, сливки, цитрусы и свежий розмарин. Начнем с кревета. Для начала скручиваем голову. Мяса в ней нет, поэтому она нам не нужна. Затем берем ножницы и развязаем щетин. Достаем пищевод. Открываем щетин и посыпаем мясо креветки солью. Тираем. То же самое делаем с другой стороны и со всеми креветками. Поливаем разогретую сковородку оливковым маслом. Кладем на нее розмарин и выкладываем креветки. И да, вместе с щетиной. Обжариваем с каждой стороны по полторы минуты. И кстати да, не повторяйте моих ошибок. Жарьте 2-2,5 минуты. Мне пришлось их дожаривать. Мясо креветки должно заметно порозоветь. И не допускайте, чтобы было видно серое мясо. Это значит, что креветка не дожарена. После обжарки снимаем щетин. К слову, снимается он достаточно легко. Когда они готовы, выкладываем их на тарелочку. Теперь переходим к устрице. Чтобы ее открыть, нужно проткнуть ее специальным ножом и провести до мышцы, которая скрепляет раковину. Ну а после открытия, нужно просто полить ее лимонным соком. Только без фанатизма. Теперь пришло время приготовить стейк-рибай. Выкладываем его на досочку. Сначала солим. Затем перчим. А потом переворачиваем и повторяем. Теперь кладем розмарин. Поливаем оливковым маслом. И кладем наше мясо. Жарим мясо 3 минуты. Переворачиваем. И жарим еще 3 минуты. По истечению этого времени снимаем наш стейк-рибай. И аналогично жарим следующий. Снимаем его. И ставим их в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Также прошу обратить внимание. Именно на решетку. Оставляем их в духовке на 20 минут. Ну а пока мясо в духовке, давайте приготовим соус. Начнем с того, что разрежем сыр Дорблю. Пытаемся нарезать его на средние кусочки. Далее берем сливки. Обязательно жирностью в 35%. И переливаем их в сотейник. Не доводя их до кипения, сбрасываем сыр Дорблю к сливке. Далее берем венчик и помешиваем наш соус. Пока сыр не взойдется в сливках. По окончанию переливаем его в соусницу. Наш соус стейк-рибай готов. Теперь, по истечению 20 минут, достаем наше мясо из духовки. И перекладываем его на тарелочку. Наш стейк-рибай готов. Остается только полить его соусом. Каково же это все на вкус? Креветки на вкус, как обыкновенные креветки. С единственным различием, которое заключается в том, что после одной креветки я уже наелся. Что касательно устриц, так это по ощущениям, как будто просто хлебнул морской воды, заодно проглотив медузу. Ну а теперь, что касательно мяса. Мясо само по себе достаточно вкусное. Но вот именно соус придает ему той вкусноты, которой ему не хватает. Мой вердикт. Делайте мясо соусом. Это очень вкусно.